ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На загородных трассах дежурят усиленные экипажи ГИБДД. По спецлинии они предупреждают дальнобойщиков. Особенно это касается водителей из других регионов о самых опасных участках. Бились машины и в Красноярске. В разных концах города произошло десяток мелких ДТП. Дорога скользкая, водители часто просто не успевают среагировать. И предельно внимательными, говорят инспекторы, стоит быть на мостах и эстакадах. Риск возникновения наледей на таких местах намного выше. Связано это с тем, что сама по себе железобетонная конструкция остывает гораздо быстрее, чем обычная дорога. Необходимо водителям изменить стиль вождения. Начать с того, что соблюдать обязательно скоростной режим, который должен соответствовать погодным и дорожным условиям, метеорологическим и технической характеристикой транспортного средства. Увеличить дистанцию и боковой интервал, соответственно. И исключить опасные маневры, которые могут привести к потере контроля. Резкое ноябрьское потепление двинуло даже лед на реках. Мана еще толком не успела застыть, и течение разбило тонкую корку. Все это напоминает скорее весенний ледоход, чем начало зимы. Впрочем, со дня на день погода изменится. И вода все-таки схватится. В регион идет мощный антициклон, который принесет легкий снег. Студеные морозы и неизбежный гололед. В пятницу и в субботу похолодает еще больше. Ночью температура воздуха составит минус 18-23 градуса. В отдельных районах севера до 28 градусов мороза. Дневные температуры составят минус 13-18 градусов. В воскресенье ночная температура сохранится такая же, как и в пятницу и в субботу. Но днем немного потеплеет. До минус 5-10 градусов. Но надолго эти морозы не задержатся. Со следующей недели вновь начнет понемногу теплить. Правда, на этот раз обойдется без температурных аномалий. Днем не ниже минус 9 и чуть холоднее ночью до 13 мороза. Правда, и эти прогнозы предварительные. Погода может измениться в любой момент. Анастасия Телева, Андрофеев и Андрей Крупнов. ИНИСЕЙ. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...